СОНИ В Майнкрафте, а новая экранизация Doom просто будет. Можем начинать. Но сначала о железном. Игровой ноутбук TUF Gaming FX506 от Asus проверено надежный и отлично подойдет для повседневного использования. Модель 15-дюймовая, но есть и вариант на 17 дюймов. В любом случае решает тут начинка. Ryzen-овский процессор нового поколения 4000 серии и видеокарта GeForce RTX 2060. Она позволит не только играть на максималках, но одновременно и стримить в годном качестве. Особое внимание стоит обратить на функцию DLSS 2.0, которая делает изображение более резким и контрастным, полностью убирая эффект мыла. Мыла сейчас и в реальной жизни хватает. А все, кому не хватает мощного и надежного игрового компаньона, ищите ссылку в описании. Один инсайдер, магистр тайных колдовых знаний, поделился информацией о том, что Activision запланировала аж 4 части Modern Warfare. Они станут прямым продолжением шутера 2019 года и расскажут историю бойцов Капитана Прайса. Причем в каждой игре будет и свой злодей, эдакий всадник Антакаликсиса. Также инсайдер шлифанул инфой, что в ремастере Modern Warfare 2 мультиплеер все же появится. Хотя сама Activision недавно заявила, что многопользовательский заруб добавлять не будет, дабы не подгадить прошлогодний Modern Warfare. Ну и поползли уже зловещие слухи о той колде, что запланировано на этот год. Мол, она осенью может и не выйти. Напомню, что мы ждем перезагрузку первой Black Ops. Что до причины переноса, тут хоть к инсайдерам не ходи. Она и так понятна. Понятно. Продолжайте вести наблюдения. Мы с вами свяжемся. Свободны. Пока Немезида играет с Джилл в салочки и харассмент, Капком задумалась, как жить дальше. И даже замутила опрос на тему, готовы ли фанаты и дальше отстегивать бабло за резидентские ремейки. Ответ фанатов угадать нетрудно. Между тем продолжают капать сливы о восьмой части игры. Например, что под заголовок у нее будет «Вилледж», то есть «Деревня». И в эту деревню очень креативно впишется римская восьмерка. Релиз игры намечен на следующий год. А в протагонисты вроде и в самом деле назначат Итана Уинтерса из седьмой части. Кстати, прошлые сливы про призраков, ведьм и средневековый замок пока подтверждаются. А вот инфа о настолке по третьему резику вообще сотка. Сбор денег на Кикстартере запустят уже в конце апреля. Прохождение полной настольной кампании займет около девятнадцати часов. Теперь о кино. Universal решила, что миру мало кинематографических страданий по думу, и взялась за новую экранизацию. За основу, по слухам, возьмут события самой первой игры девяносто третьего года. На главную роль вроде как примеряют Джона Сину. А события предыдущих двух фильмов решено забыть, как и о самом их существовании. И верно, незачем множить болезненные воспоминания. Помнишь этот момент? Да. Тем временем Всемирная организация здравоохранения признала пользу видеоигр. Мол, они отлично помогают дистанцироваться от людей и тем самым сдерживают распространение заразы. А ведь совсем недавно видеоигры называли чумой 21 века. Теперь запели по-другому. Идет весна, цветут тюльпаны, живут нормально игроманы. Те, кому не пришло письмо из Хогвартса, психанули и сделали свой. Правда, в Майнкрафте, но зато с квиддичем, магией, пазлами и эксплором. Мод «Чародейство и волшебство» собирали по кубику четыре года к ряду, но вышло годно. Надеемся, тот, кого нельзя называть, об этом не прознает. Теперь о хорошем. О ремейке седьмой финалки. Годная получилась игра. А все потому, что делали ее во многом те же люди, что отвечали и за оригинальную семерку. От ванильной версии оставили все самое лучшее и поверх накрутили эффектность и графония. Как результат, получился идеальный склад ностальгии и современности. Можно сказать, что это не ремейк даже, а новые киношно-приключенческие похождения Клауда и Компании с теплыми и очень личными для игроков флешбеками. То, что доктор прописал для самоизоляции. Если еще не успели ворваться в мир новой седьмой Final Fantasy, врывайтесь. Ссылка в описании. Амазон выдала щепотку другую инфы про создаваемую ею ММО по «Властелину колец». Например, что за разработку отвечают люди, которые успели поработать на Destiny, PlanetSide и World of Warcraft. Кроме того, планируется создать новый визуальный дизайн, не похожий на фильмы и игры по вселенной. Ну что, как считаете, ждать Леголоса Латиноса? Не ждать? А не традиционного Гэндальфа? Хотя последний и так уже был. Будь осторожен, Фродо. Хм, блядь. На сайте Южнокорейского рейтингового агентства появилась информация о «Мафии 2 Definite Edition». Что будет включать в себя переиздание и на каких платформах обоснуется организованная преступность, пока неизвестно. Тем временем организаторы отмененной Е3 уже анонсировали даты проведения выставки в следующем году. Пройдет она в Лос-Анджелесе с 15 по 17 июня. Ну, если метеорит какой-нибудь не жахнет. Где-то в космосе летит голубой метеорит. Ха! Гаи! Резко подскочившая в последнее время популярность онлайн-кинотеатров заинтересовала Министерство культуры. Там вдруг поняли, что многие из ресурсов, о ужас, пиратские. И теперь готовят закон, который должен осложнить жизнь цифровым флебустьером. Но мы-то знаем этих товарищей. Они и мастера по закапыванию сокровищ в бескрайних песках интернета. Я сняла тебя! Я сам себе режиссер! Я всегда с собой беру видеокамеру! А между тем не только Steam бьет рекорды, но и новый Animal Crossing. Про то, что игра зверски обскакала Doom по продажам в Британии, я уже рассказывал. Но новые горизонты еще и в России стали игрой номер один. По данным ритейла, они уже обошли Doom и продаются быстрее, чем в свое время Zelda и Mario. Полная победа островитян! А теперь победно зачитаю ваши комментарии. Влад Капустин пишет. Борис, будут ли выходить новые выпуски от винта, несмотря на известную всем болезнь? А то мы беспокоимся. Вы знаете, Влад, я даже самоизолировался на необитаемый остров, но меня и там достали. Ссылку на новый выпуск оставлю в описании. Артем Грехунов пишет. Борис, внимание! Спасибо за внимание! Ну, пожалуйста, Артем. Но ваше внимание так же дорого для нас, как наше для вас. Total Film Pictures пишет. Борис, плачу 50 рублей. Только не читайте этот комментарий. Total Film, деньги-то не пришли, извините. Добрый Самурай пишет. Я медленно ставлю лайк, и вы медленно начинаете улыбаться. Ну, Самурай, вы прям гипнотизер. Ну что ж, сработало. Охренеть, подействовало. Ну вот как-то так. Не забудьте поставить этому видео лайк, стать амбассадором плохости и подписаться на канал, да по-плохому грянуть в колокол. Зацените на нашем канале сюжеты с Петром Гланцем, и ни в коем разе не поддавайтесь унынию. Потому что я вернусь уже через неделю. До встречи, пока!